Здравствуйте, друзья! Меня зовут Юрий Дацик, и мы однажды с вами уже встречались. Я заместитель главного редактора журнала «Автоцентр», и сегодня моя очередь начинать программу. При подготовке каждого номера перед нами стоит много задач, но главная задача – сделать его интересным. Вот и в этом номере наш главный эксперт в автомобилях Дима Чабан исследует возможности суперинтересного нового французского компактного автомобиля. Чемпион мира по пижерейсингу! А пока резина горела, наш спецкор Игорь Ширякун сумел смотаться в Канев и познакомиться с очень интересной, можно сказать, уникальной коллекцией автомобилей. Вы думаете, я в бане? Ну а начнем мы, пожалуй, с самой актуальной сегодня темы – темы выбора зимних шин. Сегодня в разгар сезона замены летних шин на зимних мы расскажем о некоторых особенностях выбора зимних шин, о том, какие вообще бывают зимние шины. О том, что существуют летние и зимние шины, знают около 90% украинских автовладейцев. О том, что зимние шины делятся на шипованные и фрикционные, знают еще около 70%. Но помимо этой классификации существует еще одна классификация зимних шин. Фрикционные зимние шины делятся на шины для скандинавских суровых зим и шины для центральной Европы. И сегодня я расскажу, чем отличаются эти шины, какие лучше выбирать, для каких условий. А для этого возьму линейку зимних шин компании Nokian Tires, которая считается одной из самых авторитетных в производстве и разработке зимних шин и которая предлагает украинским автовладельцам наиболее широкую линейку зимних шин. Перед нами представлена линейка фрикционных зимних шин Nokian. Она на данный момент включает в себя две зимние шины скандинавского типа и две зимние шины центральноевропейского типа. Чем же отличаются шины для центральной Европы и шины для суровых зимних условий? Для шин, которые предназначены для суровых зимних условий, это скандинавские зимние шины, производитель изначально делает рисунок протектора, подбирает резиновые смеси, которые максимально эффективно работают в самых суровых зимних условиях и на самых опасных зимних покрытиях. На обледенелых дорогах, на укатанном снегу конструктивно эти шины отличаются как составом резиновой смеси, так и конструкции протектора. Протектор скандинавских шин имеет очень плотную нарезку ламелей, имеет плечевые блоки угловатой формы. Для того, чтобы вода не выполняла функцию смазки, в рисунок протектора R2 внедрили так называемые ламели-насосы. Они были и в шине предшественницы R, но в данном случае у R2 их сделали более производительными, они позволяют поглотить большее количество воды, а значит улучшить сцепные свойства на день. Шины для центральноевропейских зим больше ориентированы для езды по асфальту. Их делают с большим индексом скорости, они лучше ведут себя на высоких скоростях, но при этом перед производителями стоит задача обеспечить и хорошее сцепные свойства на овледенелых поверхностях. Визуально отличить зимнюю шину для центральноевропейских мягких зим можно по отсутствию угла плечевой зоны. Здесь блоки плечевой зоны закруглены, что позволяет обеспечить лучшую управляемость на высоких скоростях, нет подгибания этих блоков, но в то же время эти шины, естественно, хуже себя ведут на льду и уступают многим шинам на укатанном снегу. Еще одной особенностью линейки центральноевропейских зимних шин компании Nokia является то, что эта компания выпускает две модели, две модели, которые ориентированы для разных классов автомобилей, имеют разные индексы скорости и, соответственно, разные характеристики. Для автомобилей среднего ценового диапазона, для автомобилей малого класса предлагается модель Nokia VR D3. Для автомобилей премиум сегмента предлагается модель VR A3. Эта модель отличается значительно большими скоростными возможностями. Она предлагается с индексами скорости V до 240 км в час, в отличие от модели VR D3, которая предлагается с индексами скорости T до 190 км в час и H до 210 км в час. Фрикционные шины скандинавского типа можно выявить очень просто по индексу скорости. Особняком в классе зимних шин стоят шипованные зимние шины. Эти шины у нас на рынке предлагаются в двух вариантах. Это шины, которые шипует сам производитель шин, то есть на специальном производстве, со специальным оборудованием. Шипы оптимально подобраны под данную конструкцию протектора. Эти шины испытываются с данными шипами. И есть другая категория шипованных шин, которые шипуются уже у нас в Украине в условиях автосервисов. Какие шины выбирать? Конечно же, нужно выбирать те шины, которые шипует производитель шин. Почему? Ответ очень прост. В условиях нашего автосервиса часто предлагают шины с установленным самым дешевым шипом. Самый дешевый шип не способен эффективно работать на льду. По опыту наших тестов, такие шины на льду очень часто ведут себя намного хуже, даже чем фрикционные шины скандинавского типа, которые относятся к премиум-сегменту. Теперь остается главный вопрос. Кому же рекомендовать шипованные шины? Этот вопрос довольно интересный. Шипованные шины многие не любят за их шумность. Но если взглянуть на вопрос безопасности, на самых скользких покрытиях, на самых опасных дорогах, обледенелых с укатанным снегом, то шипованные шины по своим сцепным свойствам со льдом намного лучше, чем те же самые фрикционные шины. К нынешнему зимнему сезону в ассортименте компании Nokian Tires появилась еще одна, это уже третья новинка. Это модель для внедорожников Хакапелита R2 SU. Очень часто легковые модели и модели для SU со схожими названиями имеют схожие рисунки протектора и схожую конструкцию. В данном случае это абсолютно разные шины, которые имеют разный рисунок протектора, разные резиновые смеси и разное строение каркаса. Что требуется от шин, которые предназначены для внедорожников? Это прежде всего выдерживать большую массу автомобилей. Кроме того, эти шины должны обеспечивать хорошую управляемость. Внедорожники по своему весу гораздо тяжелее, чем легковые шины, поэтому в них нельзя делать очень плотную нарезку ламелей. Здесь ламели должны быть реже, но в то же время эта конструкция должна обеспечивать такие же хорошие сцепные свойства, как и шины для легковых автомобилей. Здесь также присутствуют ламели-насосы, которые поглощают тонкую пленку воды при торможении и разгоне. Также имеется центральное ребро, которое улучшает управляемость на высоких скоростях. И также имеются широкие канавки, которые обеспечивают отвод снега, снежной каши и воды в соответствующих условиях движения. Выбирайте правильно! Тогда машина будет вести себя адекватно. Вот увидите! Хотите чего-нибудь горячего? Нет, ни кофе, ни чай, и даже не глинтвейна. Дима Чабан отыскал нам новую французскую зажигалку под именем Peugeot. Маленький да удаленький хэтчбэк 208 GTI 1.6 Turbo 200 сил. Шестиступенчатая механика. Острое рулевое, жесткий кузов и подвеска. Хватит ли этого, чтобы оправдать три навязчивые буквы GTI? Сегодня у нас что-то докрасно-раскаленное, или как это правильно сказать? Если говорить о всех модификациях Peugeot 208, которые продаются в Украине, то да, это самый такой раскаленный вариант. Все-таки 200 лошадиных сил, турбомотор, обязательная механика, только трёхдверный кузов, жесткая подвеска. В общем, все то, что подразумевает под собой надпись GTI на шильдике. Как ты считаешь, вот с первого взгляда, эта машина больше боевая или больше стильная, как дополнение к гардеробу? Как по мне, этот автомобиль, он ни в коей мере не выпячивает свою мощность, свою какую-то агрессивность, свой задор. Тот, кто знает, тот поймёт, почему здесь тормозные суппорта красного цвета, почему здесь 17-дюймовые колесные диски, почему этот спойлер сзади, красивая такая насадка на выхлопную трубу. Ну, в принципе, какой-то такой яркой агрессии нет. Этот автомобиль, на котором надо ездить, и только тогда ты его поймёшь, почувствуешь, и он должен раскрыться именно в движении. Погнали! Это наше фирменное слово. Ну что, Дима, ты, как водитель-профессионал, должен первым держать слово по поводу этой машины, потому что я, честно говоря, просто в шоке, я теку слюнками и даже думаю её приобрести. Ну что, это, я думаю, достойное приобретение, потому что мне этот автомобиль нравится. И мне он нравится с позиции человека, который ездит просто каждый день на работу, потом едет домой. То есть этот автомобиль, он, в принципе, такой заводной и задорный. Он достаточно мощный, может быть очень резким, он жёсткий, он юркий. Но это всё то, что ты ожидаешь от автомобиля на шелике, который написан GTI. Когда люди слышат GTI, это уже намекает как бы на то, что здесь должна быть по-любому либо турбина, либо высокооборотистый атмосферник, хорошая управляемость, хорошая коробка. Ну, тут как раз тот случай, когда стоит турбина. И ты знаешь, мы вот сейчас едем, я реально включил там вторую передачу, да, еду, и видно, что моторчик готов тянуть даже на низких оборотах, да, не очень сильно, не очень рьяно, но он не задыхается, он все спокойненько тянет, делает свою работу. Потом, когда начинает дуть турбинка, он приятно ускоряется. Вот я сразу обратил внимание, только сделал вот этот автомобиль, да, что у него достаточно лёгкий руль. И вот сейчас, когда мы едем не по дорогам общего пользования, а на полигоне, да, и там, где надо руль крутить, скажем так, на большие углы, это ощущение есть. А вот когда начинаешь ехать на большой скорости по дороге, где повороты скоростные, но не очень крутые, мне как раз нравится, как он наливается усилием. То есть по извилистым скоростным участкам этот автомобиль едет как GT, как Gran Turismo. Может быть, поэтому он и называется GTI. Gran Turismo, только маленький такой. Как буковка I у него в названии. Единственное, я всё-таки понимаю, что это не GT, когда он едет километров 200 или там чуть больше, чуть меньше, да, что эта машинка маленькая и лёгкая. Как в том анекдоте про ёжика. Знаешь, когда ёжик стоит на пеньке, такой, ух, какой я сильный, ух, какой я сильный, ух, какой я сильный. Он говорит, подходит, и движёнок, как долбенька, ёжик полетел, летит, говорит, ух, я сильный, но лёгкий. И вот эта машина, понимаешь, такая, она сильная, она мощная, 200 сил, турбина, она подхватывает, рычит, прыгает вперёд, всё, супер, класс. Но, когда она идёт на около двух сотен, ты понимаешь, что она повторяет весь профиль дороги, она очень подробно, скажем так, ныряет в каждую ложбинку, в каждую падинку асфальта, при этом у неё разгружается всё-таки передняя ось, это ощущается, потому что всё время приходится вот такими небольшими движениями контролировать передние ведущие колёса, да, передние, управляемые, и это заставляет излишне напрягаться. То есть всё-таки она не может прилипнуть хорошо к нашему асфальту, потому что у нас такой асфальт, чтобы к нему сложно прилипнуть. Ну что, Серёга, твое мнение, как вот позиции человека, который управляет этим автомобилем? Уже целых пять минут. Уже целых пять минут, но в таких, скажем, экстремальных условиях. Первое ощущение, машина достаточно острая в управлении, но на руле не хватает абсолютно обратной связи. Сама такая зажигалка интересная, очень динамичный, эластичный мотор. Смотря как рассматривать этот автомобиль, если для повседневной езды однозначно, конечно, нет. Он жестковат, это конкретно заточенный такой спортивный автомобиль. Смотря, а как вот ты оцениваешь эту машину, например, с точки зрения человека, который приобрел её для того, чтобы участвовать в любительских соревнованиях, в автославании? Я думаю, что именно для этих целей этот автомобиль очень удачно подходит для того, чтобы как-то реализовать свои какие-то спортивные желания. Вот такой автомобиль можно купить, чтобы выехать где-то на площадку, там, потренироваться. Я думаю, что при каких-то небольших переделках на нём можно даже участвовать в спортивных соревнованиях. Я люблю получать эмоции от автомобилей. Вот этот автомобиль однозначно доставляет какие-то эмоциональные ощущения. Поэтому, как бы, в этом плане он мне нравится. Игорь, ну вот расскажи мне. Я знаю, ты в своё время катался и даже гонялся на Ford Fiesta ST. Да. Это машинка того же класса и нацелена на того же покупателя. Как вот, может быть, у тебя есть какие-то ощущения, сравнения? С Fiesta ST можно сравнить по габаритам, конечно, в первую очередь, по управляемости. ST-шка, конечно, отличалась чёткостью управления, несмотря на передний привод. Ей было интересно управлять. Этим автомобилем тоже очень интересно управлять. Первое впечатление это, конечно, от этого маленького руля, похожего на руль автомобильного симулятора. Я, так как фанат автомобильных симуляторов, у меня дома есть тоже руль, поэтому я сел и мне всё знакомо и приятно. Двигатель 1.6, несмотря на свои маленькие размеры, для этого автомобиля вполне достаточно для того, чтобы зажечь асфальт и впечатлить девушку. Вот тут не ты должен сидеть. Да я понимаю, я вообще тут на работе. Тебе ещё деньги платят, за то, что ты катаешься на вашей хранилике и деньги платят. Слушай, ты красавчик, тебе повезло сработать. Тут, конечно же, вот тут должна сидеть девушка. Если бы здесь не было турбо, то девушка наверное бы сидела бы вот здесь. Я не знаю, как бы её впечатлил этот спорт стайл. Наверняка да, потому что Пежо нравится женщина. Так, по снаряжению, по концепции автомобиль всё-таки мне кажется нацелен на европейскую молодёжь, которая ездит по хорошим дорогам на дисках с низкопрофильной резиной и там уже она зажигает. что здесь как только ты подожжёшь, сразу же нужно присматривать, где шиномонтаж. Недалеко, чтобы прокатать диски. Так что в принципе машина очень весёлая, с характером, с норовом и к тому же если она нравится женщинам, я уверен, она нравится, значит она наверняка красивая. Вот это, кстати, мне нравится, когда приборы стоят выше, потому что я не люблю подсматривать. А когда ещё такой маленький руль, да? они действительно не понимали, какой здесь будет стоять руль и уже я так понимаю, что рисовали машину в целом. Ну, всегда можно заканчивать разговоры о Пежо словами, но зато она красивая. Я думаю, что в любой машине Пежо можно, если найдёшь какие-то, докопаться можно до любой машины, но у Пежо можно заканчивать всегда, зато она красивая. Существуют разные способы передвигаться в пространстве. Можно ходить пешком, ездить на самокате, велосипеде, купить мотоцикл, машину или вертолёт. Однако, есть и другой способ. Можно собрать себе транспортное средство по вкусу. Именно такое хобби у нашего нового друга, который живёт в Каневе, Черкасской области. Знакомьтесь, Игорь Сухобрус. Желание заниматься автомобилем это было давно. Моя мама говорила с самого детства. Когда-то ехали, ещё был маленьким, ехал и плакал, они купили машинку и пока доехали до Канево я её полностью разобрал. То есть, тогда уже было определённо, что я буду где-то, что так, механикой. Потом я стал курсантом училища Челябинского автомобильного военного и купили мы там запорожца в скидку Горбатого. Вот мы успешно на нём пару месяцев поездили, человек 8-10 сколько вмещалось туда. Разломали и потом его год целый делал. И сделал с него конфетку. Такой машины, как была у меня там, здесь нет. То есть, можете представить сколько труда и любви было вложено в этот автомобиль. Наш корреспондент Игорь Широкун испытал творение каневского мастера на себе. В его владениях очень много, казалось бы, непригодных для жизни машин и ещё больше полностью работоспособных и невероятных возрождённых экземпляров. Уникальный тест-драйв прямо сейчас и только для автоцентра. Вы думаете, я в бане? Я в автомобиле. А саму идею разместить банное помещение на шасси удлинённого кузова УАЗика придумал каневский предприниматель Игорь Владимирович Сухобрус. В его владениях мы здесь можем видеть просто несметное количество подобных очень оригинальных и полезных разработок. Все они устроены на автомобильном шасси. Мы сейчас здесь погуляем и наберём кучу материала для интересной статьи в журналах Т-Центр. Идея превратить Таврию в кабриолет не на вас, но буквально считанные единицы специалистов смогли её реализовать. Одну из таких машин мы видим в городе Каневе. Сейчас попробуем на ней проехать. Мы в Таврии. Без крыши, без стёкол мы в Таврии. И деле кабриолета реализовано. Маслевич 400 дробь 401 образца нахала 50-х годов очень неплохо восстановлен. Всё, что мы видим, это автентичные детали за исключением одного. Это теперь настоящий кабриолет. Не в джинсовом костюме, конечно, сидите в белом салоне розового лимузина, но пусть меня простят. авторы и создатели этого автомобиля. Конечно, жаль, что я один. В таком салоне хочется побольше, побольшую компанию, побольше веселья, музычку. Ну, как нам рассказывали, здесь такое бывает. Люди по всему здесь будут возить охотничьи трофеи. вот так две простые вещи мечта и мастерство могут давать миру действительно незабываемые вещи. Достаточно просто верить в себя. Игорь Сухобрус именно таким способом доказал, что ничего невозможного нет и не может быть. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА